Виноградные тихие и игристые вина. Плодово-ягодная винная продукция, коньяки, водка и бренди. И это далеко не полный перечень того, что попадет на суд жюри, куда вошли опытные виноделы, технологи и сомелье. В первый день конкурса тестировали тихие виноградные вина. Солнечная Абхазия представила на конкурс шесть образцов вина. Мы надеемся на то, что получим какие-то награды. Но комиссия, я знаю членов комиссии, очень серьезная, строгая. И объективная. Скажите, а популярны в Абхазии крымские вина? Вы знаете, крымских вин, к сожалению, очень мало. Очень мало. Но крымские вина – это великие вина. Я здесь когда-то в молодости проходил практику. Я работаю 51 год в виноделии. Традиционно золотой грифон собирает виноделов со всего постсоветского пространства. И европейских государств. В этом году некоторым пришлось отказаться от поездки. До наступления санкций 23-25 стран мира ежегодно мы принимали на всех наших симпозиумах, семинарах и международных конкурсах. Но в этом году заехало 7 стран, к сожалению. В золотом грифоне в этом году участвуют 52 предприятия, которые представили 128 образцов продукции. В Крым приехали лучшие виноделы из Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Республики Абхазия и Молдовы. Международное жюри уже приступило к работе. Строго члены жюри работают в закрытом режиме, поэтому должно быть дано правильная принципиальная оценка с участием представительства тех опытных виноделов, которые работали не один год членами жюри, входящие в состав, так скажем, союза виноделов разных стран. Россию на конкурсе представляют старейшие научные институты виноделия. Очень много раз мы уже здесь были, привозили свои образцы на конкурс, приехали в очередной раз, надеемся вывезти отсюда медали. Но самое интересное, не хочу сказать не это, мы привезли и образцы нового поколения, и привезли образцы, которые были созданы еще селекционерами второго поколения «Магарача». А мы, конечно же, желаем победы нашим севастопольским виноделам. На международном фестивале в Ялте представлена продукция Ингерманского завода марочных вин, предприятия «Золотая балка» и Севастопольского винодельческого завода. Ингерманский завод марочных вин представлен в нескольких номинациях и рассчитывает на победу. Продукция компании представлена во всех регионах России и странах СНГ. Лидером экспорта является Китай. По словам генерального директора завода, сегодня вина Крыма достойны конкурировать на зарубежном рынке. Слово «конкуренция» если правильно употреблять, оно может конкурировать на российском рынке с зарубежными аналогами. У виноделов, особенно у крымских, настолько тесные взаимоотношения, что мы слово «конкуренция» вообще не используем. Мы всегда используем сотрудничество, и данный конкурс, хотя это конкурс, тем не менее, мы всегда рассматриваем с точки зрения обмена опытом, потому что это главное, что задает импульс развитию виноделия в целом. И для нас сейчас приоритетом является развитие виноделия не только в нашем предприятии, при помощи нашего предприятия, но и продвижение крымского виноделия в России. В этом году он керманскому заводу марочных вин исполняется 55 лет. По словам Сергея Лебедева, к юбилейной дате будет выпущена ограниченная коллекция вин, а к концу года виноделы предприятия представят новую линейку. Название пока хранится в тайне. В день открытия лучшим производителям вручили золотые медали с изображением основоположника крымского виноделия князя Льва Сергеевича Голицына. В этом году лауреатами престижной награды стали виноделы Инкерманского завода марочных вин. Среди них главный технолог Людмила Герасименко. Винодел признается ее самая любимая коллекция «Эритаж». В ней шесть уникальных вин, одну из которых, Гуджи Покахетинский, изготавливается с использованием грузинских технологий. У нас главный винодел, молодой винодел грузин Георгий Чеченадзе. И много винограда, аркоцители растет у нас на плантациях. Поэтому было предложено с его стороны, почему я говорю, что молодая команда – это новые силы, новый вдох. Потому что должен быть симбиоз нового и опыта, и старого. То есть на базе опыта и практики предыдущих поколений, и, используя новые технологии, только можно достичь чего-то хорошего и чего-то особенного. На заднем дворике Института Магараджи гостям винодельческого форума была представлена уникальная коллекция образцов винодельческой техники, разработанной в начале 20 века. Ее хранитель – кандидат технических наук Николай Андреевич Скориков. Он работает в институте с 1972 года, 17 лет руководил лабораторией механизации, сейчас трудится в отделе агротехники. Это трактор «Французский Апрель», ускорядный, видите, для междурядия мог заходить в полтора метра. Полтора метра в междурядии, полтора-два. Это орудие, значит, подобно такому трактору был сделан трактор на Харьковском тракторном заводе на базе ДТ-20. Гусеничный трактор. Но таких тракторов было сделано два всего. Один к нам попал на испытание, он остался. Такого трактора нет даже в музее Харьковском тракторном заводе. В музее этого трактора нет, у нас он сохранился. Результаты конкурса подведут 8 июля. На «Золотом грифоне» определят победителей в номинациях «Лучшее вино года», «Лучший коньяк года», «Лучшее игристое года» и «Лучший винодел года». Кроме того, будет вручаться диплом за лучший дизайн при оформлении винопродукции для реализации. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова